Продолжаем наш разговор о семействах. И сегодня мы создадим семейство уже с помощью специального инструмента. В Revit предусмотрена возможность создания семейств. Для того, чтобы его создать, необходимо нажать кнопочку «Файл», «Создать» и выбрать здесь создание не проекта, а семейства. И что у нас появляется? Появляется новое семейство «Создать» выбор файла шаблона. И вот здесь, смотрите, что тут есть. Метрическая система «Антураж», «Балясина», метрическая система «Генплан», метрическая система «Колонна». Ну, давайте мы вот его выберем. Открыть. И что появилось? Вот это открылся новый проект. Проект семейства. И вот диспетчер проекта, он относится к семейству. Это не проект тот, который был у нас открыт. И здесь точно так же есть планы этажей. Вот он, нижний опорный уровень. Но это план этажа. Имеются планы потолков, 3D-виды и фасады имеются необходимые. А также сразу здесь появились те элементы, которые мы с вами уже видели для создания, которые мы использовали, контекстного семейства. И плюс здесь у нас еще есть готовые, созданные разного рода опорные плоскости. Вот это может быть и удобно, а может быть и неудобно, да. Поскольку нам непонятно, откуда эти плоскости взялись и что здесь, что обозначает. Поэтому я закрою этот файл, закрою, опять открою то, что у нас было. Это проект. И мы сейчас будем создавать семейство по-другому. Создать семейство. И первоначально мы научимся это делать на шаблоне, который называется так. Метрическая система, типовая модель. Открыть. Опять открылся, это новый проект, это диспетчер проекта семейства 2. И точно так же здесь есть опорный уровень. Вот он, да, опорный уровень. Но здесь есть только две основные опорные плоскости. Вот видите, по центру вперед-назад. И вторая по центру влево-вправо. Когда я нажимаю на эти опорные плоскости, то появляется значок, который говорит о том, что они что, закреплены. То есть они так просто с места не двигаются. И наша модель, то, что мы сделаем, будет ставиться в проект вот этой точкой, пересечения туда, в проект. Значит, мы вот сейчас сделаем модель колонны, да, модель колонны. И загрузим ее в проект. И заодно научимся делать эту модель с параметрическими размерами. Ну, сделаем мы ее так. Нажимаю я создание, выбираю элемент выдавливания. Программа переходит в режим эскиза. И я изображаю колонну. Вот, обратите внимание, что я ее ставлю лишь бы как, да, квадратик рисую, там, прямоугольничек, что получится. Вот, я его создал. Теперь я поставлю размеры. Поставлю размеры так. Беру параллельный размер. И поставлю его вот здесь. Здесь пощелкаю по опорной плоскости. Здесь. И двигаю вверх. И здесь у меня появляются размеры. И плюс еще значок EQ и два замочка. Если я закрою эти замочки, то этот размер будет фиксированный. А мне надо, чтобы потом в проекте я мог менять размеры колонны так, как мне необходимо. Поэтому я их не закрываю. А вот значок EQ, он, видите, перечеркнут. Я включаю равенство размеров. Нажал. И, видите, вот эти размеры стали одинаковыми. Как бы я не менял теперь этот общий размер, то здесь всегда будет по отношению к центральной этой плоскости, здесь ставятся равные половинки. Поставил. Теперь я еще поставлю вот этот размер общий. Вот так. И так. Поставил. Тоже не закрываю. То аналогично я сделаю здесь. Вот так поставлю. Размер. Сделаю его EQ. Включу. И еще один размер поставлю. Общий. Вот так. Поставил. Нажимаю Escape два раза. Теперь я хочу сделать вот эти размеры. Такими, чтобы их можно было менять. Ну, для этого, чтобы можно было менять, то я выбираю этот размер. И появляются здесь вот дополнительные инструменты. Размер метки. И справа выбираю создать параметр. Нажимаю. И смотрите. Этот параметр можно включить общий. Тогда он будет для всего семейства колонн общим. А я не хочу. Для этого я хочу персонально. Для экземпляра. Чтобы я мог менять размер. И назову этот параметр, например, скажем, А. Для экземпляра. Окей. И вот смотрите. Вот этот размер у меня стал А646. Точно так же я выбираю второй. Создаю параметр. Этот параметр. Назову его там B. Для экземпляра. Окей. И тоже он стал здесь. А теперь давайте посмотрим свойства. И вот здесь открываю, когда я свойства. Смотрите. Вот эти А и Б. Вот они здесь появились. Давайте я поставлю здесь 500. А и здесь 500 тоже. Применить. Окей. Вот, пожалуйста. Вот мой квадратик ровно по 500 появился так, как мне надо. Ну, все замечательно. Теперь осталось что сделать. Уже можно было бы нажать кнопочку загрузить проект и закрыть. Но, давайте откроем фасад спереди. И посмотрим. Вот наша колонна. Она по высоте, видите, 250 гм. Но не годится. А нам бы надо сделать так, чтобы она тоже по высоте регулировалась. Для этого нажимаю кнопку создания. И вот тут выбираю создать опорную плоскость. Нажимаю и включаю опорную плоскость. Значит, я назову эту опорную плоскость. Так. Это бонзит вверх. Колонны. Так, дальше. Появился временный размер. Ну, временный размер мне не нужен. Я поставлю здесь размер. Так, как мы делали ранее. И не закрываю здесь галочку. Нажал Escape. Выбираю. Создаю параметр. И параметр этот назову H. Ну, вот у меня высота H. Для экземпляра. Ок. Вот так. И, кстати, давайте посмотрим. Раз. Вот он появился здесь H. Если я его здесь поменяю, то ничего не произойдет. Ну, вернее, как? Произойдет, да? Но произойдет что? Вот, смотрите, поменял. Плоскость самодвижется, да? А вот эта нет, колонна. Мне ее надо каким-то образом прицепить, привязать ее вот сюда. Я вытягиваю. И появился замочек. Нажимаю. То есть, я его прицепил к этой опорной плоскости. Теперь давайте попробуем еще раз. H поменяем. Поставим 1300. Применить. Ок. Все. Видите, колонна растет вместе с опорной плоскостью. Она привязана. Ну, дальше. Что тут еще есть? Смотрите. Что мы можем поставить? Ставить всегда вертикально. Можем поставить. Дальше. Что тут еще? Ну, размер круглого, если круглое. Если круглое сечение, у нас оно квадратное. Да? Ну, и все. То же самое. Если нам надо выбрать материал, то мы можем выделить его. И появится в свойствах свойства материала. И здесь поменять тот материал, который нам необходим. Все. Мы закончили. Да? Вот она у нас готова. Теперь нажимаем «Загрузить проект», «Сохранить». Да? И я назову ее «Колонна 1». Один. Так. Ну, назову ее по-русски. Да? Напишу. Чтобы было понятно. «Колонна 1». Сохранил. То есть, я ее сохранил отдельно от проекта. И вот теперь я перешел куда. Это уже проект открыт. И вот моя эта колонна. Да? Вот она. Раз. Я ее щекнул, поставил. Ну, теперь давайте поставим вид такой, чтобы были окошки рядом. Вот наша колонна, которую мы сделали. Открыт у меня здесь план первого этажа. И она стала куда? На первый этаж. Вот колонна стоит. Теперь давайте посмотрим. Это где она будет у нас. Здесь в библиотечке семьи шаблона. То есть, она будет находиться вот здесь. Она обобщенная модель. Вот она, колонна 1. Щелкаю правой клавишей. Создать экземпляр. И вот, смотрите, я сделал здесь. Вторую колонну поставил. Вот она здесь находится. Так. Дальше. А допустим, мне необходимо одну колонну оставить высотой 1300. А вторую, вот эту вот, сделать высотой 1500. Вот видите, открылись ее свойства. И здесь вот это там. Ну, я 2000 поставлю. Применить. И вот, смотрите. Одна и та же модель, мне одно и то же семейство дает возможность, что? Делать разные объекты. Да, разные, например, высоты. Ну, разных геометрических размеров. Вот тут я, например, скажу, поменяю А, поставлю 1000. Нажимаю применить. И вот, смотрите, видите, как они поменялись, геометрические размеры. Геометрические размеры. Если мне необходимо поменять, например, здесь материал, скажем, ну, я могу тогда выбрать, редактировать семейство, и обратно там поменять материал, поставить другой. Вот такой удобный инструмент. Собственно говоря, весь наш проект состоит из таких моделей. Вот эти окна, что вы здесь видите, да, это что? Это тоже такое семейство, да, сделано. А стены, ну, это стены тоже другое. Семейство и крыши другое. Семейство это системное семейство. Вот эту модель, я, сохранилась она у меня отдельно. Я могу вообще ее сохранить себе, допустим, прямо в библиотеку лайблеры, которая у меня находится в программе, да, и вот туда. И там у меня есть папочка, создана специально пользовательские. И теперь, когда понадобится, то я могу оттуда брать, что, вот, например, вставить, загрузить семейство, зайти в ту библиотеку и той библиотеке извлечь ее. Она появится здесь и потом сюда поставить. Ну, например, точно так же, как мы делали это все с окнами. А это будет с нашей конкретной, конкретным семейством, нашей, там, колонны, да, допустим, мы ее назвали. Вот какой важный инструмент нужный, и им нужно уметь пользоваться, нужно уметь задавать параметры и работать с ними. На последующих типах семейств мы будем с вами учиться создавать уже какие-то реальные объекты, например, фундаменты, плиты, да, и назначать им параметры для того, чтобы создать себе, например, библиотеку с нужными и постоянно используемыми элементами. Ну, а на сегодня пока будет все.